Гаспель, Гран-при, Диахрома, Параграф, Аргон – такие необычные клички у лошадей конно-спортивного клуба «Белая Русь», который находится в деревне Клейники Брестского района. Пять лет назад его основатели Игорь и Ксения познакомились благодаря увлечению лошадьми. И спустя время образовалась дружная семья, где уже подрастает трое детей. Они всё время проводят на любимой работе – в компании куриц, уток, кроликов, собаки и, конечно, лошадей. У нас два основных направления – это, естественно, платные тренировки и бесплатные. Бесплатные ребята ходят, занимаются, тренируются, выезжают, помогают по хозяйству. Делаем всё сами, работников нету, уход за лошадьми самостоятельный. Помогают, занимаемся, тренируемся, выезжаем, участвуем в различных мероприятиях. И, естественно, чтобы выжить, где-то какую-то амуницию покупать, какие-то препараты, витамины. То есть ведём занятия платные для людей – и деток, и взрослых. Кто что хочет. Либо просто обучение верховой езде, либо обучение джигитовки, кто хочет. Есть взрослые мужчины, которые ходят. Им тоже интересно, например, стрельба из лука, с пистолета верхом. Проводим такие тренировки. Кому нужен и интересен конкур деткам, подросткам в основном, те занимаются конкуром. То есть прыжки – это олимпийский вид конного спорта. За время существования клуба здесь была основана команда по конному спорту, которая вот уже в течение пяти лет занимается джигитовкой. А также сравнительно новой для Беларуси дисциплиной – тент-пеггинга. Джигитовка – это выполнение различных трюков верхом на лошади, различные карабельческие элементы. Вольная джигитовка и специальная джигитовка – это работа с оружием. Это стрельба с лука, работа с пикой, рубка с шашкой, метание ножа, стрельба с пистолета. Тент-пеггинг – это тент, это получается палатка, да, в переводе там с английского. Тент-палатка, а пег – это колышек, он может быть деревянным, либо картонным. Вот задача заключается в том, чтобы на полной скорости, на полном галопе, пикой, либо саблей, либо мечом поднять этот колышек к земле, выдернуть его оттуда. Вот это вот один раздел. Также рубка лимонов, рубка лимона и снятие колец. Если джигитовку освоили на месте, то для обучения новой спортивной дисциплине тент-пеггингу команда в 2016 году отправилась в далёкий заморский Оман. После прохождения курсов последовали соревнования, на которых удалось завоевать почётное третье место. Потом был чемпионат Евразии в Москве, а в марте этого года международные соревнования проходили уже в Индии, где команда также показала высокие результаты. На чемпионатах всяких, чем сложнее элемент, тем больше баллов. Если чисто сделаешь, то тоже больше баллов. Если добиться чего-то, это надо цель, упорство, любовь к лошадям, и просто так не сдаваться. И судя по количеству кубков, медали и наград, это правило хорошо работает.